На поддержку малого и среднего бизнеса в крае сейчас работают несколько механизмов. Это и бизнес-инкубатор, и центр поддержки предприятий, и фонд содействия инновационному развитию. На начало года на Ставрополье зарегистрированы больше 115 тысяч индивидуальных предпринимателей и небольших организаций. На их субсидирование в 2018-м в казне региона предусмотрено чуть больше 360 миллионов рублей. Но в следующем году эту сумму планируют увеличить. Губернатор обратился в своем послании к Думе Ставропольского края. О том, что 2019 год будет годом предпринимательства, и дополнительно и только из краевого бюджета будет выделено 500 миллионов рублей. Часть дополнительных средств отдадут на стартапы. Особое денежное внимание субсидиям на открытие нового бизнеса в удаленных сельских поселениях. И отдельно поддержка отрасли туризма. Особое пожелание, чтобы эти средства возвращались в экономику Ставрополья. Кстати, микрозайм предприниматели могут получить под 7,25%. А всего за полтора года им было выдано больше 700 миллионов кредитных рублей. Удельный вес впервые обратившихся в фонд субъектов предпринимательства увеличился до 40%. У нас увеличился средний размер микрозайма с 969 тысяч до 1,4 миллиона. Больше половины полученных средств малый бизнес вложил в развитие сельского хозяйства. 20% в торговлю, 18% в сферу услуг и 6% в производство. А тем временем многофункциональные центры по краю открыли около 700 окон обслуживания для граждан. Это 39 офисов в городах и административных центрах, еще 243 сельские территориальные подразделения. Такие окна есть и для бизнеса. Нами созданы специальные офисы МФЦ для бизнеса. Это два офиса для бизнеса и пять центров оказания государственных услуг для бизнеса на базе банков. Также почти в каждом МФЦ выделены специальные окна или специальные зоны для обслуживания предпринимателей в более комфортных условиях. В прошлом году в виде госпошлин в казну края от центров поступило больше четверти миллиона рублей. Количество предоставляемых МФЦ услуг возросло, а вот среднее время ожидания в очереди увеличилось. Ирина Ивановская, Андрей Яценко, Ставропольское телевидение.